Признаки новой реальности можно заметить повсюду. Одни из них – отголоски украинской войны и связаны с изменившимся отношением к безопасности. 70 морских пехотинцев прибыли в Эстонию, размещены в минной гавани. Они проводят здесь до середины июля. Также примут участие в ежегодных учениях эстонских сил обороны «Весенний шторм». В Финляндии и новой стране НАТО пройдут учения Аэров-23. И через Талинский порт США транспортируют военную технику в Хельсинки. И даже совсем уж мирное певческое поле готовится к летнему сезону. Причем не только репетициями будущих шоу и праздников. Теперь подготовка включила и совместные учения администрации, полиции, спасателей, охранной службы, скорой помощи и МУПа. Если произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, то ведь известно, что певческое поле – ограниченная и замкнутая территория. Здесь не так много выходов, поэтому нам и надо тренироваться, как в таких случаях всю эту массу людей вывести за пределы поля. Цель в том, чтобы все разные службы действовали безукоризненно. Проблема еще и в том, что из-за коронакризиса на певческом поле давно не приходили большие мероприятия. Прошлым летом концерт Рамштайна позволил поклонникам урока вернуть навыки поведения на больших зрелищах. В августе в Таллине ожидается два больших концерта на 40-60 тысяч зрителей, но также и молодежный праздник, песни и танца. Готовиться надо. Нужно снова набираться опыта, от которого могут зависеть человеческие жизни. Причем сосредоточиться нужно и техническим службам, и даже будущим зрителям, которые редко обращают внимание на то, где находится запасной выход и каков может быть план эвакуации. Эксперты разработали сценарий. Идет концерт, злоумышленник проникает на него и создает проблемы, возникает пожар, из-за последствий которого посетители надо быстро вывести из подарки. Много пострадавших, и главная цель – отработать взаимодействие. Взаимодействие всех сторон. Первая задача – осмотреть и освободить все эвакуационные пути, чтобы их было достаточно. Все ворота и калитки должны быть открыты. Планы эвакуации у нас составлены на этой первой фазе, и наших сотрудников будет больше – от 400 до 500 человек, чтобы зрители беспрепятственно покинули поле. Увы, подобные происшествия могут сопутствовать большим мероприятиям, и не всегда является атакой террористов. Совместные учения разных служб происходят регулярно, но столь комплексно и нечасто. Сегодня удалось привлечь все службы. Мы очень довольны тем, что у нас появилась возможность всем службам вместе отработать экстремальную ситуацию. Конечно, надо продолжать упражнения, чтобы улучшить взаимодействие. Но уже сейчас можно быть довольными уровнем координации наших работ. Конечно, нельзя сравнивать международные военные учения и моделирование кризисных ситуаций на певческом поле. Но и то, и другое говорит о том, что жизнь наша становится сложнее. И чтобы сохранить привычный образ жизни, придется мириться с еще недавно непривычными для нас тренировками силовых структур прямо в центре города. Михаил Владиславов, Юрген Фоголь, Новости Таллина. Михаил Владиславов, Юрген Фоголь, Новости Таллина.